Еще до начала российского вторжения и бомбардировок Киева иностранные дипмиссии стали переводить свое посольство во Львов. Теперь они организуют эвакуацию своих граждан из столицы и зон боевых действий, а также их репатриацию. Это группа бразильцев. Они едут к польской границе, чтобы затем вернуться домой. Ранее южноамериканские страны сообщали о совместной операции по вывозу своих граждан с территории Украины. Эвакуацию посол Бразилии координирует лично. Все здесь. Садись в машину, садись в машину. Сколько человек вы вывозите, господин посол? Человек 16. Как и многие другие послы, глава бразильской миссии поедет во главе колонны до границы. Львов стал новым центром притяжения для дипломатов и журналистов прежде всего потому, что пока еще считается достаточно безопасным крупным городом. Но и здесь периодически звучат сигналы воздушной тревоги. И никто не может предсказать, насколько безопасно будет здесь завтра. Как и в Киеве, во Львове подготовлена сеть бомбоубежищ. С вынужденного знакомства с ними может начаться даже обычное заселение в гостиницу. Как и везде, большинство клиентов сейчас здесь либо беженцы, либо дипломаты, либо члены международных организаций, либо журналисты. После сигнала тревоги персонал просит всех гостей срочно проследовать в безопасное помещение. Это было не так уж и долго. Сотрудники сказали мне, что вчера была еще одна такая тревога, а днем ранее шесть. Так что, похоже, нигде на Украине больше не безопасно. Ситуация во Львове, конечно, не настолько тяжелая, как в Киеве. Отсюда регулярно отправляют конвой с гуманитарной помощью в столицу, которая готовится к новым российским ударам и потенциальной блокаде.